На протяжении многих лет почетная грамота Курганской областной думы является наивысшей наградой законодательного органа региона. Ее история начинается с 1998 года. У истоков ее зарождения стоял депутат четырех созывов областного парламента Александр Климов. Идея о почетной грамоте Курганской областной думы, скажу честно, я даже не знаю, кому пришла в голову, потому что 90-е годы для нашей Курганской области, да и для России в целом были особенные. Для морального обошвения все-таки было решено и поручили это мне написать положение о почетной грамоте Курганской областной думы. Депутат к заданию подошел со всей исторической ответственностью и, будучи историком, поднял первоисточники, повесть временных лет и русскую правду. Проследив всю линию поощрения в России государственными наградами. И когда я проследил вот эту цепочку, начиная с древнейших времен, по сути дела до наших дней, я оказался и деятельности Петра Первого, и Екатерины нашей Великой, и включая, кстати, естественно, и советский период, там было достаточно всевозможных наград, особенно в первые годы советской власти. В общем, канва была какая-то определенно у меня в уме уже сделана. Автор рассказывает, что самое сложное оказалось впереди. Прежде всего, необходимо было определить, кого и за что дума будет поощрять. Просмотрев архивы и сделав запросы в регионы, выяснилось, что подобная награда на тот момент существовала только у Московской городской думы. И, в общем, мы на основе вот этого, изучая, конечно, Москва есть Москва, Курганская область есть Курганская область, мы начали что-то писать и что-то делать. Далее началась кропотливая работа, на заседаниях комитетов обсуждалось каждое слово. И в конечном итоге было принято решение, что это будет не просто красивая папка с надписью «Почетная грамота» и благодарственным адресом, а она будет подкреплена соответствующим знаком и денежной премией. Вручение ее будет ежегодным и приурочено ко дню образования Курганской области. Что было интересно, это, конечно, с нагрудным знаком. Тоже массу вариантов, массу вариантов. И, в общем-то, в конечном итоге сделали несколько опытных образцов, показали депутатам. Конечно, были жаркие споры у нас, кто что доказывал. Но в конечном итоге мы все-таки это сделали. Это был год 1997, перед самым Новым годом. Во все годы лауреатами почетной грамоты Курганской областной думы становились люди значимые, которые внесли определенный вклад в развитие Зауралия. Эта традиция продолжается до сих пор. Помимо людей, чье имя вписано в историю региона, лауреатами премии становились и трудовые коллективы. Первые обладатели – областные библиотеки имени Югова и Юношеская. Я только могу сказать лишь одно. Конечно, она была незначительной. Сейчас она значительно весомее. И в системе наград Курганской области она занимает сейчас достойное место. И очень хорошо, что вот эта грамота, конечно, есть. Это один из стимулов, когда органы местного самоуправления могут выдвигать свои кандидатуры. И депутат областной думы это все отслеживает. И не забыты сегодня ни одно муниципальное. Все районы Курганской области у них есть те, кто награжден почетной грамотой областной думы. За прошедшее время лауреатами почетной грамоты стали 153 трудовых и творческих коллектива, три муниципальных образования и 179 лучших представителей различных отраслей экономики и социальной сферы, творческой и научной интеллигенции, активисты общественных объединений региона. Специфика деятельности награжденных за эти годы настолько разнообразна, что это в очередной раз доказывает, насколько богата талантами земля зауральская. Елена Шевкунова, Александр Менчиков, Александр Немков, информационное агентство Курганру.